Давайте спросим обыкновенных людей, чем является Пасха для них? Но в конце мы узнаем правильные ответы, так что не переключайтесь! Что ты думаешь о Пасхе? Пасха классная. А как ты думаешь, что для тебя Пасха? Для меня Пасха это вот шашлыки на природе, поотдыхать, по дням, вот. Пасха, ну, это праздник такой, честно говоря, ощущения от него на душе какие-то странные. Не самый праздничный праздник, так сказать. Кто-то что-то красит, кто-то что-то печет, что-то случилось, но никто ничего не знает. В общем, не знаю. Странный праздник. Ну, вообще, Пасха это, прежде всего, порядок в доме, порядок в огороде, порядок в сердце и в жизни. Что обычно ты делаешь, когда приходит Пасха? Крашу яйца. Что ты делаешь на Пасху? Ем Пасху. Оксана, что для тебя Пасха? Для меня Пасха это пасочки, козуноки разные и еда. Что для тебя Пасха? Иисус воскрес, дамы и господа. И с этими словами мы начинаем наш ежегодный турнир бои яиц. У нас два представителя классического окраса. Кто же победит в этой битве? Давайте глянем. И яйцо одерживает верх. Теперь, позвольте вам представить следующих бойцов. В одном углу у нас боксер, а его противника... Ого! Итак, бой начинается. И... Нож в желток, никто не бок. У-у-у, больше зрелищ, да? Да, это много говорит о нашем обществе. А теперь я, наконец, представлю вам финальный бой. В этом углу у нас яйцо Фаберже. Чемпион прошлого года. В другом же... Пингвине яйцо! Так, Фаберже открывается, зубочистки вылетают. И вырезается противника, но... Как же так? Невозможно! И поздравляем нашего победителя этого года, пингвине яйцо. Они никогда не заподозрят, что я не яйцо. Ну на самом деле, Пасха это... Личное откровение. Радость в каждом моменте. Пасха для меня это жизнь в победе и совершенный мир. Пасха для меня это уверенность, что ты находишься в правильных Божьих руках. Пасха это воскресенье Иисуса Христа. Пасха это сверхъестественная праведность, радость, мир и любовь во Святом Духе и поверивая Иисуса Христа. Будьте счастливы, Люд! Ха-ха-ха-ха!